Здравствуйте, друзья! Это вторая часть интервью. Первую вы можете посмотреть по ссылке на экране или в описании. Продолжим. У тебя уже богатое портфолио самоделок, очень богатое портфолио. Какая из них твоя любимая? Какая твоя любимая собственная самоделка? Моя любимая самоделка, это моя последняя самоделка всегда. То есть это не только сейчас. Да, сейчас я люблю своего пингвина, потому что он божественный. Но вообще, в целом, я всегда люблю свою последнюю модель больше всего по следующим причинам. Во-первых, я ее только доделал, да? Я еще не вижу всех недостатков. И во-вторых, вот я ее только собрал, и поэтому у меня есть еще какие-то впечатления от сборки. За редким исключением, у меня впечатления от сборки все положительные. То есть, ой, я таким, типа, божественно провел время, посмотрел по ходу несколько клевых сериалов, пока собирал это. Поэтому впечатления от сборки у меня приятные. И, то есть, я когда смотрю, я так мимолетно еще немного ностальгирую по поводу проведенного мной времени. Поэтому, пока эти воспоминания еще живы, я люблю свою последнюю модель больше. Дальше это потихоньку так угасает, угасает. Потом я вижу, сколько лажей я умудрился наделать. И понимаю, что, блин, как я вообще мог это сделать? Как я мог собрать эту хрень и вообще опубликовать ее? Мне же стыдно, лучше бы оставил ее для себя. Есть ли такой самодеятель во всем нашем мире, которого можно назвать тайм-кумиром? На которого ты, может, равняешься? К которому ты стремишься? Прямо, чтобы равняться, скорее нет. Потому что такого нет. Там какой-нибудь любимый, там, не знаю. Да, ну, смотри, чтобы равняться, нет. Потому что это все для себя, а не для кого-то. Ну, я пытаюсь понять, насколько далеко я смогу сам себя развить в этом деле. Поэтому на кого-то равняться я не хочу. Но в плане работ есть, короче, такой чувак, Тайлер. Не помню его фамилию. У него ник на фликре просто Тайлер. У него просто очень классные модели. Но он из системы исключительно собирает. То есть это не из нашей тусовки, грубо говоря. Он очень клево собирает. Я так не умею. Хочу добраться, например, до того же уровня. Однажды. Но, то есть до того же уровня, но что-то свое при этом. У него много хороших идей реализовано в его работах. И да, мне он нравится. Мне вот его работы нравятся. Я их часто пересматриваю. Какие-то очень интересно реализованные, какие-то смешные, какие-то... Вызывают разные эмоции. Это вот хорошо, мне кажется. Когда работы вызывают какие-то эмоции конкретные. Немножечко, немножечко, немножечко отойдем от темы самоделок. Сейчас 2016 год, а мы перенесемся в 2007. Тот самый 2007 год. Что там, Токио-хотель, да, там сентябрь горит, все дела. Да-да-да. Челочки. Вены режем. Да. Рассказывай. Да, продолжай. Молодой Девастатор регистрируется на юном форуме Росбионикл. Молодой. Да, было дело. Только никого не говори. Что тебе больше всего запомнилось в том Росбионикле? Что ты вспоминаешь о том Росбионикле? Ну и вообще расскажи о тех временах. Ммм, те времена. Ты ведь один из олдфагов. Когда обновления еще не обещали, когда все были такие добрые пусечки, няшечки. Когда я мог писать, ну, пачка сленги, меня никто за это не бил. Ну, это другая история. Но, в целом, ну, как сказать, мне понравилось то, что там все такие были более-менее доброжелательные. В то время. Может быть, там были какие-то злые чуваки, но я их... По-моему, ты не то помнишь, потому что если открыть какую-нибудь тему, то сразу... О, нуб, не пишись больше. Может, просто потому, что я сравнительно адекватно себя вел. Не знаю, хотя я сейчас оглядываюсь туда. В тот год, мне кажется, я таким упоротом был. Школьником. Но все равно, не знаю, ко мне как-то хорошо себя относились. Но я, правда, за пределы платформы с самоделками не выходил. То есть, я доневал и ночевал там. Но максимум полностью вне темы вылезал. Но ни в каких скандалах не участвовал. Поэтому... Если разбирать все скандалы РБ 2007 года, то это... Я, честно говоря... Можно будет работу по истории писать. Много уже и не помню. Если кто-нибудь будет это писать, то ему придется опрашивать кучу людей, которые что-то не помнят, а что-то помнят по-своему. И это вообще будет капец. Ну, смотри, в общем, я вот в эту волну ненависти, я в нее не попал. А сейчас я ее тупо вижу просто. То есть, в этом, наверное, разница. То есть, я сейчас вижу все, что там происходит, и я... Мне кажется, что это не так круто. Может, тогда было так же. Кто знает. Но тогда впечатления были другие. Трава была зеленее. Бараки-то-мари. Да. Тогда я их очень любил. Сейчас у тебя ник Red. Да. Раньше ты был Трема. Да. Самоделки ты подписываешь как Трема. Я уже никак их не подписываю, так что... Ты все-таки Red или Трема? И кто такой Трема, и кто такой Red для тех, кто не играл в эту игру? Потому что я, например, не играл. Я ни то, ни другое, и все одновременно. Кто как хочет, так меня и называет. Кто-то меня называет просто по имени. Моем реальном имени. Потому что есть какие-то люди, которые со мной тусуются. Из нашей среды, так сказать. Но это неинтересно. Ну, извините. Мне интересно. Значит, ну, сначала у меня же был этот ник Devastator, потому что я так сильно угорал по той самоделке. Если ты помнишь. Это же «Темный охотник». Это самоделка, которая стала каноном. Она была такая огромная. А в то время мне казалось, что все, что огромное, это априори крутое. Осемнесс. Осемнесс, да. Но он даже по нынешним меркам он еще более-менее ничего. Он непропорциональный, конечно. Но он клевый все равно. Но вот тогда я по нему очень сильно угорал. Поэтому я выбрал вот такой ник. Плюс он выглядел угрожающе. Ты же знаешь, я же был ребенок 12 лет. Я хотел выглядеть угрожающе. По-моему, все самоделки из нынешнего конкурса надо канонизировать в новых «Темных охотников». Всех не надо. Всех спасибо не надо. Сотню, кстати, можно было канонизировать, даже не чувствуя стыда при этом. Возвращаясь к никам, Дальше у меня был... Мне два сатор надоел, по-моему. И я хотел собрать что-нибудь такое. Во-первых, я сначала собрал сэлф-моку, а потом я решил придумать имя. Не знаю, что нужно делать в первую очередь, но вот я поступил именно так. Я тупо перебирал какие-то слова, которые были похожи на бионикловский, и тупо наткнулся на Трема. Оно мне сейчас не очень нравится. Но, в принципе, я уже привык. Так что... Нормас. Ну, Трема и Трема. Ну, Трема он был, но... Кто как зовет. Так что... Зовите меня хоть кочерыжкой, я все равно отзовусь. Ну, и я какое-то время с этим ником просуществовал. Ну, и до сих пор мое олицетворение в виде модели. Это как раз Трема. Я его даже в прошлом году переосмыслил в некотором плане. И собрал самоделку, сэлф-моку, еще одну. Ну, спустя многие годы. А последний ник у меня был Red, потому что в 2014-м весной вышла божественная игра Транзистор, которую я до сих пор считаю лучшим, что со мной происходило в плане игр. Даже несмотря на то, что у этой игры было куча недостатков, я очень сильно полюбил атмосферу. Ну, и, разумеется, там основных персонажей было не очень много. Запоминающиеся. И человекоподобный был только один. И это была там певица по имени Red, и она там главная героиня. Протагонистка, все дела. Ну, и такой, знаешь, короткий, запоминающийся ник. Правда, запоминающийся немного не в ту сторону. Почему? Ну, он такой банальный все-таки. Ну, то есть Red. Блин, это просто цвет. Ну, просто героини звали Red. Ну, многих персонажей Red. Да вообще, если сейчас, например, по фликру полистать, среди чуваков, которые что-то собирают, у них там много чуваков с ником Red. Ну, или с каким-то, с какой-то формой слова Red. То есть, в каком-то виде это слово используется. То есть, это немножко банально, немножко запоминающиеся. Меня в разных местах по-разному увеличают. Даже забугорные чуваки меня зовут. Некоторые Red, некоторые Трема. Как хочешь. То есть, мне на самом деле пофиг. Я людей запоминаю по одному нику. То есть, у меня человек... По которому познакомился с ним, да, получается? Нет, не обязательно, нет. Человек, как правило, с одним ником и с одним оформлением профиля. Или там с одной самоделкой. Вот. А ты все ломаешь. Ты не то Red, не то Трема. И вообще непонятно. Я сам себя ломаю изнутри. Поэтому меня этот вопрос очень интересовал. И вот я его в интервью засунул. Нет, на самом деле, просто каждый раз я возвращался на форум. Я же там не постоянно сидел. Я каждый раз возвращался и менял ник. Потому что я возвращался на форум, я был совершенно другим человеком. Я уходил на форум, я уходил с форума. Я пропадал там, знаешь, года два. За года два ребенок мог поменяться значительно. Плюс потом еще я ушел, еще будучи Тремой. Причем очень надолго. Да, аж до самого универа. Я, по-моему, вернулся на каком-то втором или на третьем курсе универа. Вообще. Все конкурсы пропустил. Да, да. Ну, РБшные конкурсы пропустил. Годвашные конкурсы как раз догнал. И я уже был совершенно другой человек. Совершенно другой. В некотором смысле повзрослел. В некотором смысле многое. На все смотрел с другой точки зрения. Поэтому я совершенно другой человек. Трема и Ред, они как бы разные. Просто как ты меня запомнил, это другое дело. И очень часто такое было, что, типа, я еще в 2014, когда на РБ сидел, я общался с кем-то. И мне говорят, ой, блин, ты что там, 2007 года регистрации? И я говорю, а я там трёма. Он такой, чё, кто? Я говорю, ну, Девастатор. А ты, аааа, так это ты, ооо, так вот ты кто? И, ну, и каждый меня вспомнил из своей какой-то эпохи, когда кто-то там сидел на форуме какое-то время. И кто-то меня помнит по какому-то отдельному периоду. Ну, так что я думаю, что... Ну, Девастатора я уже не помню, нет. Трёму помню, а Девастатора нет. Девастатором меня мало кто помнит. Меня Рудака помнит Девастатором, наверное. Ну, это, видимо, слишком олдфажно. Совсем там олдфажные олдфаги. Я там год буквально просуществовал под этим ником, так что... И последний вопрос по теме, связанной с РБ. Ты и ещё несколько человек организовали группировку в 2014 или в 2015 году. И свою деятельность оформили как подкаст под названием Chronicler's Tales. Сейчас он называется... Подкаст обионику. Скажи, как он называется? Он называется так, как ты захочешь его назвать. Чтобы не было проблем. Понял? Но при этом он не выходит. То есть, новых выпусков нет. Подкаст. Куда делся подкаст? То есть, у вас творческий запал-пропал? В твоём воображении. Времени не хватает или что? В твоём воображении. В своих ночных кошмарах. А, это вы были? А, тогда всё встаёт на свои места. Да-да-да. Значит, что касается подкастов. Ну, то есть, эта вся движуха была создана мной, наверное. Ну, то есть, с подачи, с пинка тех, кто там участвовал. Ты главный, будем говорить. Ну, я никогда не позиционировался там как главный. Мы там хотели как бы демократию. В этом интервью можно. Не-не-не, я всё равно. Я пытался сохранять демократию, пока это было адекватно. Пока там не начинало. Ну, кто-нибудь с кем-нибудь не посрался или ещё что-нибудь. Ну, то есть, никто серьёзного срача не было, но я пытался так бразды правления не держать, разумеется. Да и, блин, что это? Это просто всего лишь мелкий подкаст. Что от него ждать? Какая власть? Прошу прощения. Значит, это было создано, я хотел это создать чисто ради себя тоже, то есть, как и самоделки. То есть, это была, считай, моя самоделка, только не из лего. Я хотел попрактиковаться в обработке аудио, в ведении диалога. У меня, на самом деле, тогда с этим были большие проблемы, потому что я выпустился из школы, а всё из МИЗы. Эти 11 лет особо и не пообщался в реале. У меня ещё тогда с дикцией было всё не очень круто. Сейчас всё так себя, а тогда было вообще как-то грустно. И я решил, что надо что-то менять, надо как-то научиться общаться с другими людьми, научиться вести конструктивный диалог, чтобы это было интересно, чтобы кому-то, чтобы нравилось меня слушать вообще, чтобы я не вызывал отвращения. И поэтому я решил запилить подкаст, чтобы потренировать себя в этом. Плюс я там научился играться немножко в Saudacity, немножко там научился редактировать звуковые файлы, немного научился видеоредактировать, насколько это было вообще возможно научиться за полчаса, пока Чузя в какой-нибудь спонтанный отпуск уходил с пост видеорежиссёра. Так-то, по сути, он у вас главный был, он же монтировал. Ну да, то есть в итоге он мог вырезать всё, что ему не понравилось. Но я не знаю, что он там вырезал, потому что я особо не следил. Там мы все друг друга любили горящей братской любовью, поэтому у нас всё было очень всё хорошо и всё было весело. А потом как-то, во-первых, новостей не было тупо. А обсуждать Лего, ну как-то особого интереса не было. И ещё мы начали очень много тусить вместе. То есть подкаст нас... Мне кажется, подкаст нас сблизил немножко. И мы очень много тусить вместе стали. И мы тупо обсуждали всё, что мы должны были, по идее, обсуждать в подкасте, в реале. Поставили бы камеру или... Ну где, в каком-нибудь забегаловке, что ли, там, где шумно. Мне кажется, это было бы немного странно. Ну плюс, ну не знаю, там, максимум, что мы могли себе в то время позволить, это камеру на телефоне. То есть качество было так себе. Было бы так себе. По-моему, все блогеры этим занимаются. Не знаю, мне кажется, у них как-то всё прилично выглядит. Я думаю, что у них должна быть хорошая камера. Я, конечно, понимаю, что качество записи зависит не только от качества аппаратуры, но это не последний фактор вообще в общей... Ну, в целом. Если говорить, вот, хороший это продукт, который поставляет креативщик этот или нет. Вот, аппаратура тоже влияет. Вот у нас не было аппаратуры. Ну и плюс, блин, ну как-то на камеру было немного странно. То есть мы хотели просто живого общения. То есть так поболтали, хорошо провели время, расслабились. И поэтому, когда мы собирались в итоге где-нибудь там в скайпе, вечером, в какой-нибудь выходной, мы хотели это обсудить, но мы это уже всё обсуждали. И даже если мы это не успевали обсудить в реале, мы это успели обсудить в... там, за неделю в каком-нибудь чатике или где-нибудь на том же РБ. Это уже было... уже сто раз обсудили, и сто раз мы уже выразили своё мнение. И как-то повторять это во второй, в третий раз это было как-то уже неинтересно. Поэтому оно как-то само съехало на нет. Сейчас канал такой, я не знаю, что там происходит, там, по-моему, один чувак туда пуп какой-то кинул, какой-то клипосик запилил, смешнявый. И я там поугарал с него. Я не знаю, он на наш канал-то кинул или на другой. Ну, в общем, он такой дохлый. Так что... Если на вопрос, будет ли подкаст... Как Бионикл, короче. Да, будет ли подкаст... Подкаста не будет. Да. Ну и как Бионикл, в принципе, да. Ну, а если уже говорить о том, о последних событиях, то что серию вторично закрыли, мне кажется, уже о новостях говорить нечего. А обмусоливать старые темы, ну это, опять же, нету того запала обсуждать старые темы, которые мы сто раз обговорили, из которых мы выжили все соки. Возвращаемся к теме Лего, вообще Лего в целом. Нравится ли тебе остальное Лего так, как Бионикл? Ты их вообще разделяешь или как? Раньше оно мне не нравилось, раньше я его сильно разделял. Потом я начал его насильно для себя не разделять, то есть объединять его как-то в своей голове, что и это Лего, и это Лего. Пытался осознать, что это на самом деле продукт одной и той же компании. Сейчас я пытаюсь использовать в своих работах и систем, и констракшн в одинаковых пропорциях. У меня это, конечно, не получается, в итоге у меня получаются чистые CCBS, ну или так, пополам у меня не получается. Иногда, ну, сейчас я люблю систем в целом, и вообще люблю Лего в целом. Многие сейчас жалуются, что, ну это, блин, Лего скатилось, Лего скатилось, но я так и не считаю. Мне кажется, что Лего что-то выдумывает постоянно, что всегда что-то новое. Мне, я нахожу это интересно. Даже если это что-то очень упоротое, что-то очень странное, что-то неадекватное. Плюс, если говорить вообще о наборах, то даже если они какие-нибудь всратые и отвратительно задизайнены, там всегда есть клевые детальки. И ради деталек покупать всегда можно и нужно. Вот вам самодельщикам в этом плане легче. Плохой набор? А, на детали. Нужны мини-фигурки, мини-фигурки берём, а остальное на детали. Да и мини-фигурки на детали. Ну там кто-то и мини-фигурки не сдали, а кто-то мини-фигурки. Распотрошить мини-фигурку, отправить там части тела в разные места, так что не... Опять-таки, не расстеляй. А ещё вот самодельщики конструированных фигурок, вы ведь ещё и руки у мини-фигурок отрываете. Конечно. Пальцуёте там. Чтобы дырки заткнуть чем-нибудь. Надо же дырки затыкать, надо. Первое поколение Bionicle лучшая вещь на планете Земля. Какой твой любимый год первого поколения? 2001-й. Максимум. Как оригинально. Ну, мне кажется, это такой достаточно риторический вопрос. Перезаписываем, перезаписываем. Да. Ну ладно, шучу. Ну я понимаю, но это действительно очевидно, мне кажется. Потому что тогда была атмосфера. Ну плюс тогда я был мелкий... То есть тебе... Мелкое дитё. Ты познакомился из 2001 года, то есть? Да, конечно. Я с самого начала был. Я в первую Mata No Inline Game играл ещё, когда она выходила. Кусками. Ты чё, я настолько олдфак. Меня прям к спинке стула отбросил какой-то олдфак. Ну да, да. Тогда ещё интернет диалаповый был. Со стрёмными звуками. С телефона. Всё-таки чем тебе нравится 2001 год, кроме того, что он был первым для тебя? Ну, опять-таки. Атмосферой. Чем-то новым. Чем-то непонятным. Непонятным, но при этом крутым. То есть я вижу что-то новое для себя. То, что я никогда не видел. Я вообще в то время мало что видел. Сколько мне там? Шесть было? Или семь? Ну и это для меня действительно было что-то неожиданное. И оно меня сразу захватило. Я не понимал, что это, но мне оно нравилось. Хочу. И то есть именно за счёт этого, там, например, с 2007 годом сравнивали? Ну, в 2007 году я уже понимал, что там происходит. Я понимал, как это, что, как. И то есть я как-то проецировал, наверное, старую атмосферу на последующие года. Я всё ищу того человека, которому 2001-2003 года нравится не просто потому, что они были в молодости, а почему-то другому. Ну, я не знаю, почему другому, но я пытаюсь аргументировать это с такой точки зрения, что тогда я был мелкий, и тогда я бы точно клюнул на это. Я не знаю, клюнул бы ли я на это сейчас, потому что я не мелкий. Может быть, клюнул, может быть и нет. Но я бы, скорее всего, если бы тогда Биониклов не было, я бы, может, вообще Лего не увлекался. Так что это с него началось, мне кажется. Все мы пришли в Лего с Биониклов? Ну, да, да. То есть многие пришли. Нет, ну, есть люди, которые пришли не с Биониклов, наверное. Они не true. Ну, давай не будем разделять. Все пусечки. Какой ты добрый. Очень. И в то же время очень злой. Red злой, наверное, а Трема добрый. Ой, кстати, вот если вспоминать, у меня же даже был какой-то фанфик в своей голове. То есть я его хотел когда-нибудь написать, но в итоге руки не доходили и забил в итоге. Потому что у меня всегда был... Сейчас. У меня просто была селфмока. У меня одна селфмока была красная, другая была черная. Я хотел всегда, чтобы красная была злая, а черная была добрая. Потому что так упорно. И вот, да. У меня такая шизофрения небольшая. С одной стороны я пусечка, с другой стороны я за жопу тебя укушу. Так. Давай продолжай свои вопросы. Что, растерялся? Ты самодельщик, как мы могли заметить. Заметно, да. И ранее ты обмолвился, что тебе понравилась система сборки персонажей и существ. О, да. Это... Да. Так, и чё? Так что в этой дьявольской фигне тебе нравится? Много чего. Мне нравятся формы. Мне нравится её универсальность. Потому что у биониклов была фишечка. Они такие все навороченные, механические. Практически все детали, которые выпускались, они все были либо какие-нибудь ребристые, с какими-нибудь трубочками, с какими-нибудь дырочками. Гладких деталей было... Я не скажу, что по пальцам пересчитать, но давай скажем, что мало. В разы меньше, чем вот этих навороченных техно-деталей. Сейчас вышла CCBS. Ну, не сейчас. Вообще, если говорить о сейчас, это было 6 лет назад, да? И вот 6 лет назад... 5, да? 5 лет назад... Ну, уже почти 6 сейчас, конечно, не забывайте. Да, уже почти 6 вышла CCBS. И она дала нам много очень простых форм. С которыми... Ну, а с простыми формами с ними легче работать. Это как кубики лего. То есть... CCBS, на самом деле, оно ближе к классическому лего, чем старые биониклы. Потому что из CCBS можно собрать... Ну, всё-таки, ну, конечно, не всё, что угодно. Но всё, что угодно в каких-то рамках. В рамках экшн-фигур, на мой взгляд. Ну, вот ты сравнил с кубиками. Да. Но кубики, они очень универсальны в своём креплении. А вот SSPS, оно завязано на шарнирах. А старая система сборки, она использует пины и крестовины. Ну, а классическое лего использует только пупырки. Пупырки, они там деталь как детальки. Пины и крестовины тоже позволяют деталь как детальки. А вот эти шарнирные соединения, оно очень громоздкое. Там есть двойные дырки. Во-первых, там есть двойные дырки. Во-вторых, с помощью этих двойных дырок ты можешь устроить себе достаточно клёвый переходник на классический систем. То есть, оно при должном умении, оно не менее совместимо с классическим лего, чем старые биониклы. Я имею в виду не столько с классическим, а именно внутри системы. То есть, всё равно же шарниры, они громоздкие, они имеют толщину. Да, да, они имеют толщину. Поэтому, например, собирать из CBS что-то среднего масштаба достаточно сложно. Вот конкретно среднего масштаба, именно вот как обычные экшн-фигуры. То есть, вот в этом масштабе сложно собрать что-то новое, потому что ты не сможешь как-то вывернуться, как-то выпендриться, придумать что-то своё. Это сложно в таком масштабе, потому что для этого масштаба эти детали громоздкие. Для большого, для больших моделей, они отлично подходят. Ты там как из мелких кубиков формируешь что-то своё. Для очень мелкого масштаба, ну, ты используешь эти детали как какую-то основу, да. И всякой мелочью её подкрепляешь. Но для среднего масштаба это действительно сложно. Наверное, поэтому её, эту систему так не любят. Потому что средний масштаб. Это масштаб, для которого, на который ориентируется вся система. И начинающие самодельщики, которые пытаются что-то, собрать что-то более, чем какая-то копия набора. Они пытаются, и это сложно получается. Особенно, если у них не очень много деталей. Если у них мало деталей, то вот в рамках своей коллекции им действительно сложно что-то собрать действительно оригинальное и своё. А если они соберут что-то неоригинальное и что-то похожее на набор, и выложат это куда-нибудь в сеть у нас, то, скорее всего, этого человека засрут. Давай будем откровенны. Скорее всего скажут, что типа, ну блин, опять ты там, опять ещё один какой-то школьник, ещё что-нибудь такое скажут, который стырил там что-нибудь из оригинального, ну тебе не стыдно. В итоге у человека остаётся куча неприятных впечатлений от сборки, от проделанной работы. То есть он думал, что вот он старался, у него получилась хрень, по мнению других. И это, разумеется, выливается в общую неприязнь к тому, из чего эта модель сделана. Ну, привязывать рудячку именно к ССПС как-то... Рудячку он всегда есть, и даже в системе... Это другое, это уже недостаток какого-то такого чутья на тему выбора цветов. А я сейчас говорю именно про... Ну, и то же самое на самом деле к формам относится. Но если вспомнить, то плохие модели это не только ни одна рудячка. Плохая модель может быть такая, что она, например, в ней просто чего-то не хватает. И в ней скопировано что-то, или очень банально, или очень заезжено. Помнишь, в далёком, там, каком-нибудь 2008-м, все хейтили Торсы и Ника? Помнишь такое? Ну, по-моему, и до сих пор их не жалуют. Ну, сейчас их просто не используют, потому что их больше не выпускают. Ну, да. Ну, и, собственно... Ну, в принципе, мне кажется, проблемы первого поколения и были из-за Торсов и Ника. Ну, кого что, конечно, но... В целом, очень много ненависти полилось на тех детишек, которые пытались собрать что-то, опираясь исходно на Торс и Ника, и обстраивая его, и так, что он там виден был в итоге. И они получали кучу ненависти в свою сторону. Иногда от меня тоже было такое. Я помню, я какого-то чувака поливал грязью в комментариях, да. Был такое дело. Злой Ред был. Разумеется, это выливалось в неприязнь. То есть, например, поэтому не любили Торсы и Ника. Потому что они все выглядели одинаково. То же самое с CBS. Все видели одни и те же модели. И в итоге неприязнь к чужому творчеству, которое заполнило комьюнити, скажем так, вот эта вся неприязнь, она вылилась в неприязнь самой системы. Но это мое видение того, что происходит и происходило. А так, ну, чисто исходя из моих собственных впечатлений от работы с детальками этой системы, мне она очень-очень-очень нравится. И она мне нравится больше, чем классические биониклы. Меня сейчас многие назовут юритиком каким-нибудь, там, не аутфагом, все дела. Да я уже факел разжигаю. Да вообще. Я огнеупорный, не боюсь. Ай, блин, ты же этот, да, точно. И значит... Значит, тебя топить надо. Ну, попробуй. Ну, вот сейчас я реально больше работаю с CCBS. Я с ним работаю гораздо больше, чем с классикой. Да я даже с системой работаю больше, чем с классикой. Для меня это скорее... Я их использую классические детали только там, где они вот реально необходимы. Там, где я вижу, что вот эта деталь, она идеально подойдет под внешний вид модели. Вот там я ее могу использовать. Но это будет скорее редкость. Скорее исключение, чем правило. Где-то плачет один туинник. Ну, есть, да, такое. Одна тура рудака. А тебе не кажется, что нужно обновить эту систему, освежить как-то? Так она уже обновляется. Она же постоянно обновляется. Вот сейчас... Да где? А как же новые торсы? То есть, смотри, вот эти вот... Возьми какого-нибудь... Завершилого Кайло Рена, да. А, ну, в прошлых своих фигурах по Звездным Войнам, да. Возьми какого-нибудь Кайло Рена. У него торс совершенно новый. Он у него, во-первых, сборный. Во-вторых, он... Да, конечно, этот очень стрёмный, жирный нагрудник, он, конечно, может вызывать какую-то неприязнь. Зато он хорош, например, для сборки больших моделей. То есть, в этом можно найти свой плюс. В этом есть свои минусы, есть свои плюсы. Но система эволюционирует. То есть, если посмотреть на сборные модельки по Звездным Войнам, на второе поколение фабрики героев, есть что-то схожее, но в основном они очень-очень разные. То же самое, например, можно сказать про 2001 год Биониклов и 2009 год Биониклов. У них есть многого общего в плане текстуризации деталей. Да, конечно, там какие-то ощущения похожие от внешнего вида создаются. Но функционально детали совершенно разные. Биониклов всё-таки более значительный скачок был. То есть, там даже ведь сама система, она эволюционировала. То есть, подвижность появилась. То есть, уход от шестерёнок, которые кто-то ругает, а кто-то нет. Ну, там у тебя уже была подвижность. Что ты с ней можешь сделать? Убрать ее, что ли? Было разительное улучшение. А здесь я видел прогресс. Вот эта волна Звездных Войн, где Кайло Рен, и первого года 2016. Ну, в принципе, ещё и после гирбоксов стало более-менее понятно, что какое-то продвижение есть, согласись. Ну да, да. А сейчас, во втором полугодии, я не вижу этого прогресса. А фигурки по Звездным Войнам, это вообще капец какой-то. Прогресса нет. Серим Манови. Он говорил в Старом Добром 2014 году, что система эволюционирует. Система будет не такой, какой вы её видите сейчас. Она действительно продвигается немного. Но что-то принципиально другое придумать сейчас очень сложно. Я бы сказал, что вообще невозможно. Ну, то есть, серьёзно. Что ты можешь добавить? То есть, подвижность, подвижность, она у тебя уже есть. Ну, то есть, ты можешь максимум подвижные пальцы сделать. Ну, блин, ну, это осуществимо. Ну, то есть, максимум, что им осталось сделать, это сейчас выпустить специальную деталь под кисть рук, чтобы туда пальцы можно было насадить. Специальный такой молд, чтобы вместо этих кулаков у всех уже, всем уже надоевших использовать. Это вот, по-моему, единственное, что им сейчас осталось сделать. Механизмы. Механизмы у них есть даже в наборах по Звёздным Войнам. Звёздным Войнам, Карл. По Звёздным Войнам. Они есть у Рэй. Можно покрутить шестерёнку на спине у Рэй, и у неё будет крутиться там, чёрт знает что. Рука. Рука, окей. Вот. Будет крутиться рука. Что ещё можно, вот чтобы ты лично, например, давай. Они ступни до сих пор не заменили, ступни. Да, смотри, есть какие-то моменты, в которых, которые вот им ещё осталось доделать, но они не критичные в функциональном плане. Они критичные. Они в базовых костях до сих пор дырки под пины не сделали. Под крестовины, в смысле? Под пины. Базовые кости, которые с 2011 года. В смысле, а как же длинные кости? Я имею в виду в шарнире. Новые детали, которые появились в 2012 году, там в шарнирах было отверстие под пин. Самый маленький торсик, потом вот этот вот переходник и следующий торсик, который появлялся, там тоже был в шарнире, было отверстие под пин. А в базовых костях, которые ещё с 2011 года, они до сих пор не проделали эту дырочку, и до сих пор туда нельзя ничего крепить. А оно тебе так надо? Ну, то есть... Я смотрю на набор, и я вижу, что если бы тут был пин, то туда можно было бы добавить детали, и чтобы эта кость не выглядела так отвратительно. Ну, там есть ещё другие дырки под пины в достаточно крупных костях. Опять же, возвращаясь... В крупных костях. Вот, видишь, это опять мы возвращаемся к моему аргументу по поводу, ну, касательно средних моделей. Среднюю модель, действительно, сложно собрать. Да, я согласен. Но это... Это недостаток, я не спорю, я не спорю. Нет, это недостаток, который элементарно исправить, но который игнорируется леговца. Ну, не знаю, можно спросить у них на самом деле. И ещё одна вещь. Они везде сейчас суют уплотнители, вот эти вот... А что, это плохо? Я люблю уплотнители. Нет, подожди. Но, но броня и детали не рассчитаны на длину этих уплотнителей. Если броня делает под детали под кости длины 2011 года, там не было этих уплотнителей. То есть, шарнир в пропорции кости сдвинулся. Мне кажется, это не такие... Это решение этих проблем не будет революционным. То есть, она... Но они даже этого не сделали. Они всё ещё могут это сделать. Потому что серия всё ещё не закрыта. Потому что, например, точно наборы по ближайшему фильму, по восьмому эпизоду будут, я уверен. И будут по следующему спин-оффу. Раз мы уже дальше пошли, то давай дальше. Немножко отличёмся от системы сборки. Хотя у нас там прям такой разговорчик пошёл. Отойдём непосредственно к Bionicle, к второму поколению. Тема, на которую я со всеми разговариваю, это вообще ожидание второго поколения. Что оно закрылось. Что ожидать ещё? В 2014 году мы не знали, что оно закроется через два года. В 2014 году, летом. Вот ты чего не ожидал, когда слухи появились? Я думал, что будет так же круто. Ты верил? Да. Я всё ещё фанател и фанатею от Mata Noiline Game. Мне кажется, я уже всем мозги выдел этой отсылкой к этой игре. Но она действительно была лучшим, что происходило с серией. И я надеялся, что будет какое-нибудь что-то вроде переосмысления или ремастеринг игры. То есть, это как ремастеринг всей серии. Я этого не увидел. Я не увидел нормального контента по всей серии. Это меня расстроило. Дальше, ну, после первого полугодия, на самом деле, хайп немножко тоже у меня поутих. Я немножко так и расслабился. Брал чисто всё на детальки. Где вообще они были полезными. Ну, многого действительно не ожидал. В 2016, в январе, я подумал, что... Я начал думать о том, что... Как обещали, что серия продержится три года. И её могут, скорее всего, закрыть, если она кажется не бизнес-пригодной. Или как это там называется. То, ну вот, то всё, её закрывают. А типа истории на три года у них есть. И я подумал, что вот сейчас эти три года пройдут, и её закроют. Потому что, ну, блин, она какая-то не очень эпичная получилась в этот раз. Она не такая завлекающая. Ну, а потом пошли слухи. Такие ещё тихие слухи. Ещё весной о том, что серию, может быть, закроют. Я начинал в них верить. В эти слухи. Ну, и они подтвердились. Так что я, на самом деле, ничем не удивлён. Многого не ждал. Сильно не расстроился. Ну, и очень сильно не радовался, когда в 2014 объявили о возвращении. Ну, прям очень сильно не радовался. Просто это послужило мне стимулом вернуться в комьюнити. Что уже круто, конечно же, на мой взгляд. Для меня это хорошо. Мне кажется, лучше бы я... Это хорошо, что я вернулся. Ну, безусловно. Да. Ну, и напоследок, тема, которую мы недавно только что затронули. Это будущее леговских кустурировых фигурок. То есть, в октябре вышли три фигурки по Звёздным войнам. В первом полугодии 17-го года выйдут три фигурки. А потом неизвестность. Ещё сколько-то фигурок, ещё сколько-то фигурок. Ты вот считаешь, что выйдут фигурки по восьмому эпизоду. По Звёздным войнам точно будут выходить, потому что их берут. Потому что они не лежат на полках, в отличие от биониклов. Потому что, например, до сих пор, если как следует поискать, то можно найти биониклов прошлого года. Можно найти ещё мастеров стихий. У меня целая полка Дарта Фейдеров стоит. А, целая полка Дарта Фейдеров? Ну, смотри. В магазине, да? Да. Ну, я так поглядывал. Вообще их берут в магазин, когда я посещал магазины. Насколько я понимаю, спрос есть. И судя по отзывам с полей и отзывам от официальных лиц, я, наверное, сейчас ссылаться не буду, потому что уже не помню, где я это видел. Может быть, это всё лажа. Но вроде бы поговаривали, что продажи идут успешно. Так что смысл закрывать их, если их берут. В качественном плане прогресса какого-то не видно. То есть... Ну, я бы с тобой не согласился. ПСГУ-1 как-то вообще фигня. Ты чё, а как же К2СО? Или как он там? Дроид? Ну, он... Такой божествен. Да, но... Все от него просто угорают, потому что они проработали у него и лицо. Вот эту вот голову. Там какая-то... Вроде бы поговаривают, что... Голову у них всегда хорошие были. Да, вроде бы поговаривают, что качество детализации и качество принтов в этом году просто запредельное. Плюс они возвращают старые детали. Они возвращают, например, чёрные двушки. Отчего многие, ну, свежеприбывшие товарищи... Так они же ещё в этих, в объединителях были. Ну да, но их было мало, а в К2СО их 12. Ну да. Вот. И вообще он такой достаточно оригинальный. Он нестандартный. Возьмёшь парочку? Одного точно возьму, второго не знаю. Ну, как там с деньгами получится, так и возьму. Так-то там чёрных деталей дофига. Это хорошо, да. И чёрные вот эти... Меня интересуют только... Лезвие световые мечи. Меня интересуют вот только эти ш... Да. Только рукояти световых мечей и бёдра. На самом деле больше ничего не интересует. А этот чёрный... Чёрная броня то? Ну, Я не знаю, куда мне... Я её сколько не пытался, у меня что-то как-то пока не получается её куда-нибудь присобачить. Ну, проблема в том, что она всего одна, то есть... Ну, в смысле, я золотые пытался использовать. А, золотые? Да. То есть, они чисто по дизайну никуда у меня не влезают. Пока не получалось. Может, я просто плохо старался или что-нибудь такое. Пока это у меня было не главное. То есть, она меня удивила, что они выпустили деталь Биони Клоп в наборе по Звёздным Войнам. Ещё какую деталь? Ну, потом... Меня больше интересует немного другое. Меня интересуют детали более простых форм. Потому что они более удобные в использовании. Ну, а в будущем, вот, помимо Звёздных Войн будет что-нибудь? Ну, я же не Ванга. Надеюсь, что будет. Я не хочу совсем бросать это, ну, экшн-фигуры. Потому что вдруг я там через пару лет буду собирать один систем. Ну, не хочется, на самом деле. Я бы ещё пособирал что-нибудь из экшн-фигур. А что, это будет Фабрика 2.0 или новая серия? Я думаю, что это, скорее всего, будут роботы. Это, скорее всего, будет что-то сайфайное. Ну, блин, а что вообще реально можно сделать не сайфайное с большими экшн-фигурами? А, ну, разве что этих рыцарей каких-нибудь. Ну, рыцари у них есть сейчас. А, эти? Ну, блин, они миксели, по сути. Вот меня интересует, что с микселями будет. Потому что их закрывают. Ну, и закрыли, и чего? Ну, а откуда мы будем миксель-джойнты брать? И вообще детальки. Ну, он этих рыцарей Некса. А глаза где будем брать божественные? У Буки. А, глаза. Скупай пока есть. Это не выход, мне кажется. Хочу их вернуть. Они классные. В общем, закрытие вот этой вот системы, микселевской, она меня волнует больше, чем закрытие CCBS. Потому что от CCBS я уже... Страшные слова. Да, от этого я больше... Ну, я уже, по сути, получил всё, что хотел. Мне кажется, я больше ничего не хочу. Вообще, если они сейчас придумают что-то новое, было бы очень круто. Вот что-то прям кардинально новое. Но что новое, я даже сказать не могу. То есть даже новое направление. Да. Вот новое направление сейчас бы подошло. Но они не будут этого делать. Знаешь, почему? Потому что они сейчас вроде бы как-то даже в антирекламу пошли немножко. Потому что, как тебе известно, они сейчас... У них сейчас кризис недопроизводства. У них спрос выше, чем производство. Но не на Биониклов. Не на Биониклов. На всё в целом. Так что я думаю, что им сейчас... Ну, они сейчас вообще задумываться ни о чём не будут. Это... К таким стратегиям обращаются в кризисные времена. Так у нас Биониклы родились. Ну, в принципе, они золотую жилу нашли. Да. Продажи по фильмам. Три фильма же целых выходит. Да, и это тоже. Они на них одних выйдут. На одних фильмах у них они срубят столько бабла, что, мне кажется, сейчас им особо волноваться по поводу инноваций не нужно. Но я в любом случае буду ждать. Я это дело не бросаю. Я это всё ещё жду и люблю. Ну что ж, на этом мы закончим. Благодарю тебя, Рэд, за то, что уделил мне время. Буду рад снова встретиться с тобой на посиделках. Не за что. На посиделках? Давай в реале. Ну, я когда в Москву теперь приеду? А, оу. А, да. Блин, я пропустил это дело. Да, точно. Я помню. Ну, да. Ок, ясно. Было бы клёво, наверное. Ну, а пока... Пока. Да, давай, до скорого. Чмоки-чмоки. Всем чмоки в этом чатике. Да. Пока. Надеюсь, дорогие слушатели, вам понравилось это интервью. Непременно прокомментируйте его. Не зря, что только время не слушали. Не забудьте поздравить Рэда ещё раз. Думаю, ему будет приятно. По скриптум. На следующий день после записи интервью я обнаружил, что леговцы добавили ещё одного бонусного призёра. Видимо, захотели сравнять с числом занявших первое место. Так что в начале нашего разговора мы с Рэдом немного устаревшей информацией оперировали. Простите нас ради Матануи. Ну а после того, как простите, подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, заходите в блог. Там у меня новая страница. Думаю, вам будет интересно с ней ознакомиться. Ссылки на предыдущие и следующие выпуски подкаста вы видите на экране. До новых встреч! О, чаёк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok